Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике Саха-Якутия характеризуется 32 гражданами Республики. Это 3,4 от общего количества выявленных случаев, заболевших новой коронавирусной инфекцией, которые госпитализированы в наши медицинские учреждения. В целом за сутки зарегистрированы 950 случаев. За сутки 26,4% новых случаев заболеваний, зарегистрировано в городе Якутске в районах 73,6%. Действительно, в городе Якутске обстановка стабилизируется. Учитывая оценку санитарно-эпидемиологической ситуации, на настоящий момент готовятся соответствующие изменения в указ главы Республики. На 28 февраля 2022 года, на конец февраля, лечение в стационарах у нас получают 8,8% больных, в амбулаторных условиях 91,2%. Все больные, которых мы лечим в амбулаторных условиях, в основном заболевания проходят в легкой форме, что нельзя сказать о больных, которые находятся в стационарах. Необходимо обратить внимание, что большинство находящихся в стационарах связаны со штампом Дельта, которые вызывают тяжелые формы заболевания. Все тяжелые случаи заболевания, которые зарегистрированы, они зарегистрированы у невакцинированных больных. Необходимо обратить внимание, что в Республике продолжается как детская вакцинация, так и вакцинация взрослая. Но на настоящий момент достаточно высокий уровень коллективного иммунитета, чуть больше 70% на территории Республики зарегистрирован. Это позволяет нам сегодня сохранять достаточно стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку. Несмотря на определенного рода легкое течение прохождения заболевания новой коронавирусной инфекции, необходимо обратить внимание, что основные позиции и основные требования необходимо соблюдать. Они связаны как с масочным режимом, но и с настороженностью на острые респираторные вирусные заболевания. У нас на настоящий момент работают все учебные заведения. С 1 марта начинают работать наши учреждения культуры. В связи с чем обращаем внимание? Все-таки на необходимость соблюдения норм, которые определены указом главы Республики Саха и Кутя.